Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World The Game, и у нас тут последний удар. Такой у нас турнирчик был, где нужно было брать хотя бы одного птерозавра, но это, в общем-то, было легкотня, шаровый набор. Ух, какое бинокулярное зрение у нашего метрика, да, это у нас метрик был уже вроде как. И давайте посмотрим, что нам тут дадут, золотая награда. Остафрикозаурус, блин, он таким крупным смотрится, когда выходит на арену, как спинозавр. Так, это отправляем Оуэна, турнирчик Титана Боа у нас будет на стримчике, да, а сейчас мы, ребятки, отправимся в бой с усилениями. Так, взять хотя бы одно усиление нужно. И, и, и... Так, и будем тирезинки, тирезинки, давайте будем сейчас думать, кем мы будем поедать тирезинок. Тирезинок, блин, у них удар получается, если взять хищника, то будут в какую-то, каких-то несчастных 100. О, может взять этих летунов каких-то взять. Один Тирекс вот такой сможет затащить? Что-то мне кажется, что, наверное, не сможет. Ему кого-то на подстраховку надо дать. Ну, давайте будем пробовать. Два удара. Ой, если два удара не хватает, то Тирекс один точно не справится. Но, с другой стороны, балла можно насобирать много, у Дарта всего лишь 115, не страшно. Да, 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 вот именно так и дело, и все у нас будет хорошо. Давайте проверим сейчас. Блин, ну да, не хватает два, плохо. Один Рекс не затащит это все дело. Но будем стараться. Три, это вообще с полжизни снимет с меня. Атакую всего лишь на два. Давайте вот так вот сделаем. А мне нужно атаковать на три. У него четыре, атакует на один. Всего лишь на один. Давайте воспользуемся снятием щита. И раз, два, три. Четыре. Атаку давайте. Так, а сколько баллов он перенес? Так, сейчас решается судьба Тирекса. О, нет, он все перенес. Семь баллов. Ну, и, конечно, Рексу ханал. Великий шинкователь, ребята. Помните? То видео. Красивая картиночка, да, там был... Кто там был? Не Эрли Доминус, а там был... Диларанозавр, или как там... Как там он назывался? Ну, вот это вот карти... Мы разыграли реально вот эту вот картинку. Великий шинкователь. Только в исполнении July School The Game, а не Эволюш... А не Элайв, то есть. Но ситуация была та, да. Вот именно этот Тирезинозавр нашинковал Тиранозавра. Так, наверное, надо это видео и назвать. Великий шинкователь. Так. Любое животное Х2. А, всего лишь два животных. И нам нужно... Так, что у меня тут такое на коврике катается? Так. Два животных. Два животных. Два животных. Они... Так. Ну, хотелось бы... Ну, если я возьму Сикадонта... Блин, я хотел Спинозавра бы взять, но он настолько слаб, что это, блин, просто нереально будет. Ну, что вот взять одного Индоминуса... Так, стоять. Та-дам-тадам! Спинич и Индоминус... Ой, Барионикс и Индоминус. Как вам такой вариант? Ну, Спинозавр, блин, он очень слаб. 250. Ну, если было бы 3, можно было бы взять... А так, ну, как-то слишком сильное усиление придется туда запихивать. Так, что я прям даже не знаю. Ну, давайте так попробуем. Но, Терекс просто сильный укус. Да, он Барионикса раз-два и нет. А еще и у меня первый ход. Ну да, то есть, один балл. Огонь против воды. Да, Рекс у нас представляет стихию огня. Барионикс у нас представляет стихию воды. Так, ну, Терекс нас боится. Очень странно. А вот уже и не боится. Нееет! Ха-ха-ха! Вот это поворот! Давайте делаем вот так. И раз-два-три. Барионикс у нас может еще одного съесть даже. А потом выйдут один на один. И до минус против Рекса. И там будет примерно равный бой. Так, сейчас он атакует, скорее всего. Да, на три. Как раз он проатакует. Потому что у меня два в защиту могло стоять. А мы ему такую заподлянку. Раз-два-три. Неплохо получилось. Ну, а теперь... Четыре. Атака на три. Почему на три, неизвестно. Так, ну вот, смотрите. Они по силе плюс-минус одинаковые. Там сто баллов по жизни только разница. Ты дышь, ты дышь и хрясь. Ты дышь, ты дышь и хрясь. Так, и еще один бой. Любое животное X1. Ммм, да и нахер. Дейна Хейр, Дейна Хейр. Вот, вот мне хочется взять Терезинозавра. И попытаться как-то его пробить. Так, ну, Эрлик это вообще легкотня была бы. Продолжаем тематику великих шинкователей. У нас, да, Дейна Хейрус, Эрликозавр, Терезинозавр. Это у нас все шинкователи. Так, ну а где наш этот... Так, Терезина 20-й. Не понял. Он же где-то здесь должен быть. Блин, сортировка эта дурацкая. Вот Терезинка. Что нужно ему, чтобы побеждать? Ну, нужен... Нужен щит. Там один бальчик бы не помешал. Ну, давайте бы вам вот так пытаться. Сможем, не сможем, посмотрим. У нас жизни, конечно, там, в пять раз больше, да? В шесть даже. Блин, а если бы я его за один удар пробивал, то было бы вообще лихотня. Но это совсем другая история. Когда ты за один можешь удар пробить. И когда пробиваешь только за два. За очень большую роль играет. И вот это вот не потратил сколько баллов. Вот ты, блин. В глухой защите сидит. Прям как я в начале игры. И перенес балл. Очень хитрый Дейна Хейер. Очень хитрый. Я, вообще-то, уже должен был с третьим сражаться сейчас. Ой, четыре балла. Ну, нам повезло. Давайте ставим вот так вот. Раз-два, раз-два. О, отлично. Магическая цифра два. Он, конечно, баллы там перенес. Но мы защитились. У нас этот непробиваемый щит. А, 582 сила атака. Черт, я даже не обратил внимания, что у них растет сила удара. Он, смотрите, на все пять меня хотел. Он бы меня точно пробил. У меня было два всего очка, которые я мог поставить в защиту. А он бы меня ударил на три сверху. 6-3, 18. У меня 19. А там с бонусом пробил бы вообще элементарно. Битва шинкователей. Прикольно. Надо с двух сторон нарисовать картинку. С одной стороны Терезинозавр. По центру лежит нашинкованный Рекс. А с другой стороны там Эрлик или Дейнахейр. Хе-хе. Соревнуются, кто круче порежет Терекса. Так, ну и пять чудищ Монголии, да, нам тут дадут. Галимимчик. Еще галимимчик. Еще галимимчик. Че, в Монголии кроме галимимов больше никого не водилось? И еще галимимчик. Ну, галимимчиков много не бывает. Нужно аж хотя бы стайка из пяти. А то они же существа социальные. Им скучно будет по одиночеству. Ну да, одни галимимы. Больше никого. Вот такие вот, в общем-то, дела, ребятки. Так что ставим лайк и до скорых встреч.